Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец личного пособного хозяйства. И сегодня речь пойдет о выращивании рассады капусты. Капуста одна из моих любимых овощных культур. Ежегодно я выращиваю различные сорта капусты и различные виды капусты. Итак, начнем по порядку. Начнем с посева. Капуста является хладостойкой культурой, а значит к посеву можно приступать в ранние сроки. Семена ранних сортов капусты можно высевать на рассаду с середины марта до начала апреля в зависимости от региона выращивания и погодных условий. По моему мнению, лучшим сортом ранней капусты для условий Беларуси является сорт капусты июньская. Этот сорт вырастает уже в июне и кочаны всегда радуют урожаем. Они плотные, сладкие и редко поражаются какими-либо заболеваниями. В марте воздух в теплице может прогреваться в дневные часы до 30 градусов тепла, однако ночью еще заморозки. Просада капусты ранних сортов вырастает примерно за 30 дней и уже в конце апреля, в начале мая ее можно высаживать в открытый грунт. Сорта белокочанной капусты среднего срока созревания высевают на рассаду с середины марта до начала апреля. В условиях Беларуси я выращиваю рассаду данных сортов, высеваю семена в теплицу примерно в конце марта, начале апреля. За месяц рассады вырастает и потом ее переношу и высаживаю в открытый грунт. В открытый грунт рассаду позднеспелых сортов высаживают в возрасте 45-50 дней после всходов. Ориентировочные сроки для Беларуси это начало мая. К сбору урожая капусты данных сортов я приступаю примерно в сентябре и в октябре в зависимости от сорта. А капусту ранних сортов убираю в июне. Какие же сорта я выращиваю? Среднеспелые сорта это сорт капусты карафлекс, качаны цилиндрической формы и отлично подходят для квашения. Из позднеспелых сортов я рекомендую сорт белорусская поздняя. Это самый лучший сорт для квашения и для хранения. Качаны могут храниться до мая месяца. Капуста сладкая, хрустящая и при квашении никогда не возникает такой проблемы, как мягкость капусты. Она всегда остается хрустящей. А еще отличительная особенность этого сорта, белорусская поздняя, это устойчивость к заболеваниям, устойчивость к различным вредителям. Это отличный сорт, просто всем рекомендую его обязательно у себя высаживайте такую капусту. Какие же виды капусты можно посеять на рассаду весной? Опять же, это цветная капуста и капуста брокколи. Именно с этими видами капусты у многих возникают проблемы при выращивании рассады. После высадки рассады в открытый грунт, качаны не хотят развиваться, не хотят завязываться. Плотное соцветие и капуста стремится к цветению, идет в цвет. Дело в том, что цветная капуста и капуста брокколи растение длинного седового дня. Когда день длинный, капуста образует генеративные органы, то есть соцветия и семена. Она стремится к образованию семян. Чтобы получить плотные соцветия, которые пригодны для употребления в пищу, плотные вот такие, как не качанчики, а именно соцветия у этой капусты, следует капусту высаживать либо ранней весной, либо во второй половине лета. Дело в том, что для образования плотных соцветий цветной капусте и капусте брокколи нужен короткий световой день. Еще один важный момент, что выбирайте для посева гибриды, они более устойчивые к цветению. По срокам посева, опять же, это конец марта, начало апреля. Вот в зависимости от погодных условий региона выращивания, это могут быть другие сроки. А также такую капусту можно посеять в более поздние сроки, в конце июня. Дело в том, что уже летом у нас освобождаются грядки после уборки лука, после уборки чеснока. И выращенную рассаду цветной капусты и капусты брокколи можно посадить на освободившиеся грядки. И к осени у вас успеют завязаться плотные соцветия капусты. А еще одно преимущество позднего посева и получения второго урожая в том, что во второй половине лета вредители не так атакуют капусту. Та же крестоцветная обложка в меньшей степени будет вредить нашим растениям. И урожай будет более здоровый, так как не потребуется множество химических обработок от вредителей. Также во второй половине лета на освободившихся грядках можно посадить и другие крестоцветные растения, такие как редис и дайкон. К осени у вас вырастет отличный урожай. Еще одна капуста, о которой я хочу рассказать, это пекинская капуста. Данную культуру я рекомендую выращивать во второй половине лета. Дело в том, что в первой половине лета у нас есть ранняя капуста, затем у нас появляются среднеспелые сорта капусты, пригодные к срезке. А пекинская капуста подойдет для осени. Не нужно тратить место, опять же, на выращивание рассады капусты и какие-то дополнительные занимать площади. У нас, опять же, освободились грядки от чеснока, еще от каких-либо культур. И мы можем во второй половине лета прямо в грядку высеять семена пекинской капусты без пикировки, соблюдая расстояние, посеять семена прямо на грядку. И у вас к осени образуются хорошие кочаны пекинской капусты. Ранняя сорта пекинской капусты могут вырастать за 40-50 дней. Если посеять семена во второй половине лета, к осени вполне без проблем у вас вырастут хорошие кочаны капусты. Ее можно использовать для салатов, можно использовать для каких-либо домашних заготовок, кому как нравится. Как видите, вырастить рассаду капусты не так уж и сложно. Главное приложить усилия. Спасибо за внимание. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok